Вау! Вот золотого лица у меня еще никогда в жизни не было. Представляете? Не бойтесь, это я, Галинка, я, Италия моя. Доброе утро, мои хорошие. Всем огромный план итальянский, чао. Интересно, как это будет потом выглядеть. А, кстати, надо секундомер поставить. Ну, пока ощущение никакого я не чувствую. Единственное, что стягивает лица. Вообще-то эта маска коллагеновая, но посмотрю потом, какой эффект будет. Все, я застыла и по-моему даже стал не просто золотой, а какой-то медной золотой. Скоро буду сдирать эту маску, потому что по инструкции вроде бы она сдирается. Интересно. Потом покажу результат. Смотрите, маска действительно сдирается, а я думала не получится. Да, она сдирается потихонечку. Так прикольно. Может, я тонкий слой нанесла, может, надо побольше слой нанести. Ну, что? Сейчас содру. Ой, я облазью, я облазью. Линяем. Все. Зимнюю шкуру, короче, стягиваем себя. А я даже улыбаться еще пока не могу, пока всю маску не выдернула. О-о-о. Слышите, прям хруст такой. Когда кожа сдирается. Помните, когда кожа облазит и она стирается? Вот такой вот хруст. Ладненько. Сейчас закончу сдирать себе кожу и посмотрим. Хе-хе-хе. Вот остатки моей маски и, наверное, кусочки моей кожи. Короче, смотрите. О, еще даже здесь, видите? Такие-то они подсохшие, кстати. Вот они, видите, какие прикольные, да? Кстати, я так решила, я так подумала, что можно их не только сдирать, эту маску, а лучше, конечно, смывать, потому что вот здесь у меня не сдиралось и на носу у меня не все сдиралось, поэтому я смыла и так хорошо смылась. И вот сейчас я нанесла крем. Я, знаете, не знаю, какие ощущения вам передать, но, в принципе, мне лично понравилась. Вот мне лично понравилась маска. Вот, я жду, мне должна еще прийти другая маска, черная такая, которая снимает все вот эти вот, убирает спор, грязь и все такое. Не знаю, как назвать точно. У меня есть еще маска от Ботека Верди, Мертвое море тоже, так что так буду попеременно их пользоваться. Но это коллагенная вода, в принципе, я что-то почувствовала, что-то почувствовала. Надеюсь, эффект есть тут, действительно. Фу, наконец-то вышла из дома. Я уже говорила, что у нас там новый сосед, но он еще не поселился. Они там сейчас ремонт делают и вот эти долбят, и долбят, и долбят, и долбят вот этим сверлом. Наконец-то вышла. Да, нормально, вышла, 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 вышла на улицу, а на улице вонь такая, такое ощущение, как будто у нас коровник рядом где-то, или свинарник. Я не знаю, откуда эта вонь. У нас вообще раз в пятилетку такая вонь приходит. Видать, ветер откуда-то подул конкретно. А, мне кажется, знаете, что у нас же по... по... блин, какой... по-русски забыла сказать. А, по весной, по веснам. Весной обычно у нас проходят табуны овец. И, может быть... Вот, вот сейчас мне мысля пришла. Вот, скорее всего, у нас рядом проходит очередной табун овец. И там не только овцы. Там еще есть несколько лошадей, несколько пони, по-моему. Нет, пони нет. Лошади, собаки там, естественно, пастушные собаки. По-моему, в одном табуне я даже видела одну корову. Короче, ну, табуны у нас много табунов рядом. Ладно-ка, я сейчас еду. Вот. Жарко. Жарко. В машине жарко. А на улице прохладно. Я сейчас еду в школу. На родительское собрание. Ну, родительское собрание. Как мне сказали. Родительское собрание — это когда в обществе. Когда действительно собрание, когда их много. А так я еду разговаривать тет-а-тет. С химиком. В прошлый раз разговаривала с химиком. Не очень довольная была. Вот. Потому что не то, что как Никита плохо там начал учебный год, а то, что мне химик сам не понравился, не очень понравился. Вот. Но я надеюсь, что сейчас он меня, как говорится, обрадует химик. Потому что, судя по последним оценкам, я вижу оценки Никитиной последней. Вроде как у него улучшились оценки. Вот. Так что посмотрим, что скажет химик. Надеюсь, не будет сильно долго разговаривать со мной, как в прошлый раз. Не то, что со мной. Он сразу с тремя мамами разговаривал. Посадил в своем кабинете. И нас там отчитывал, как так же можно сказать. Что я пока не вижу этих табун. Отар. Отар овец. Пока не вижу. Пока не видно. Но, наверное, не с этой стороны. Наверное, где-то с другой стороны проходит. Потому что у нас это такая водь редкая и сильная. Вот так снова я оставила свою машину посреди парковки на дороге. А что делать, если мест нет? Вот так вот многие оставляют. Я уже видела не раз. Так, ладненько. Я приехала, то есть, немножко пораньше. Но лучше раньше, чем позже. Чтобы, как говорится, будешь первая, быстрее поговоришь и быстрее уедешь. Я первая, надеюсь, буду. Фу, как мы долго разговаривали. Ничего себе, какой он этот химик. Ну, в принципе, может быть, он и хороший, но так долго с ним постоянно разговаривать. А я как раз только пришла, а там знакомая мама. Представляете, мама лучшего друга Никити, как раз соседка моей бабули. И мы так разговаривались. Я ей сказала, что я ходила к бабуле, видела бабулю, все такое поговорили. И мы как раз вдвоем зашли, разговаривали с химиком. Ну, в общем, нормально. В принципе, нормально. Вроде бы, как все не сильно плохо, но все равно надо лучше учить, как он всегда говорит. Учить, 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 как завещал великий Ленин. А я вспомнила, представляете, когда я закончила школу. Когда я закончила только школу, и я дождалась, когда мне исполнится 18 лет, я пошла работать на наш химический завод в нашем городе Молдавии Залит. Потому что там работала моя мама, и там хорошие зарплаты. Я пошла туда работать. И когда я только-только устраивалась на работу и проходила какой-то учебный корпус, там тоже надо было отметиться, они смотрели свидетельство об образовании, что-то такое, вот при поступлении на работу. И они, когда увидели мой аттестат, они сразу, ну, увидели, что я молодая, и аттестат вроде бы как не сильно плохой, они сразу, о, давай мы тебя пошлем от завода в московский химический институт. Представляете, а я сказала тогда, ну, я подумаю, ну, честно говоря, я отказывалась. Ну, вот дура я, дурочка с переулочкой, блин. Такая была возможность в те времена, когда завод послал бы меня в химический институт бесплатно. Я бы прошла даже без экзаменов туда. Даже вот если бы я просто-напросто экзамены на тройке сдала, вот все равно меня бы приняли в институт, потому что меня завод направил. Еще я училась бы бесплатно, еще и общежитие было бы бесплатно. Вот, блин, представляете, вот когда вот не делаешь того, что когда есть возможность, и ты не делаешь этого, а потом уже возможности нет, и вот так вот самая такая жалость, которая происходит прям хоть головой об стену. Ну, как говорится, что не делаться к лучшему. Ну, в принципе, было бы, конечно, классно. Вот сейчас бы я помогала, может быть, Никите в химии. Ладно. В общем, поговорила, поговорила, все. Я еду домой. Сколько у нас времени? Уже так долго разговаривали. У нас уже время обеда. А, ну да, полдвенадцатого. Ладно, поехала домой. Пообедаю. У нас снова весна. Видите, я пальтишко сняла свое. Боже жарко. А, кстати, у них в школе такая жара. У них в школе, ладно, жарко в коридорах, но когда мы зашли в химическую аулу, ну, в кабинет, короче. Зашли в кабинет. А там кабинет маленький. Вот. И батарея сильно горячая. Огромная батарея такая, сильно горячая. И я сидела как раз рядом с этой батареей, мне прямо жар аж в голову давал. Боже, у меня, наверное, сейчас давление поднялось. Сейчас приду домой, померю свое давление, потому что чувствую галатка, тяжелая. Очень жарко. У нас, смотрите, какая весна днем. До 15, до 20 градусов. А у них еще отопление такое горячее. Кошмар. Горячее. Батареи такие горячие. Что я говорю? Ладно, еду домой. У нас такая жара, но я все равно одела пальтишко снова, чтобы показать вам. Вот это пальтишко мое старое. Ему уже сколько лет, я даже не помню, честно говоря. По-моему, я еще Никиту не родила, когда я его покупала. Вот такой вот пальтишко. Я его покупала еще на родине. Она очень качественная, очень классная. Но я его в прошлом году чуть не выбросила. Хорошо, что я его оставила. Я его хотела выбросить, потому что... Это мне надо худеть просто. Я его хотела выбросить, потому что кое-где оно немножко съеденное. Вот если видно, вам видите, вот съеденное чем-то. Такие вот. Ну, в общем, еще в кое-каких местах, что такое съеденное. Историей или молю, или что такое. В общем, вот такое вот пальтишко классное. Оно тепленькое. И сегодня утром прямо на стальке. Так захотелось его одеть. И давай искать его. Потому что я его не выбросила. Куда повесила, потом не могла найти. Думаю, неужели я его выбросила? Ну, нашла все-таки сегодня одела. Прямо аж радость. Ну, и мы, в принципе, купили взамен этому пальто другое. Такое вот бежевого цвета пальтишко. Но оно очень легкое, очень. На такую теплую погоду. А это именно теплая пальтишко. Вот. Ну, сейчас в нем, конечно, уже жарко. У нас уже, наверное, все 20 градусов. Все. Так, ко мне снова посылочки пришли. Снова обновочки. Сейчас я покажу. Мне снова пришли очередные... Как они? Патчи? Патчи называется, да. В общем, подушечки для глаз. И сейчас я, короче, заказала уже вот что-то, какую-то новинку. Сейчас посмотрю, как они называются. Женские. Кристаллические. Блин, вообще английский забыла. Тут по-английски написано, какие они свойства имеют. Ну, в общем, какие-то новые патчи я заказала. Не как обычно. Я обычно беру коллагеновые. Такие тоже желтенькие, золотые. А тут в этот раз я решила взять, попробовать. Тут нарисована роза. Попробовать. Вот такие вот беленькие. Видите? Не знаю, они жидкие. Да, вроде как жидкие. Но какие-то интересные. Да, в жидкости они тоже идут. Вот пять таких пар. Вот пять таких пар. У меня те еще не закончились. Видите, какая я продуманная. Я еще, когда они заканчиваются, я заранее заказываю, чтобы были, были, были. Вот. Потому что ждать их надо от двух до трех недель. И поэтому их надо лучше заранее заказывать. В общем, вот такие вот новые патчи пришли. И мне пришел новый браслетик. Я заказала. Мне так понравился этот браслетик. Я заказала его. Конечно, бижутерия. Ну, мне он понравился. Вот смотрите, какой он. Вот видите? Сейчас я померю на руке. Покажу вам, как это будет выглядеть. Посмотрите, вот такой вот браслетик. Такой легкий, да? Нежный. На лето взяла себе. Желтенький. Посмотрим, почернеет он, не почернеет. Но все равно пусть будет. Она все равно дешево стоит. Меня, правда, сейчас так налегке одела. Можно и потуже одеть. Видите, как налегке. Вот такой вот браслетик. Ну, в принципе, можно и так оставить. Вот такие сердечки. Какими-то бусинками. Еще и замочек в виде сердечка маленький. Видите? Угу. Пусть будет. Сейчас. А, тут еще какие-то бусинки. Видите? Вот сбоку. Вот еще бусинки есть тут. С одного боку. Так что, вот такие вот обновочки мне пришли. Показала. Ну вот, можно и пообедать. Я себе отварила шпинатные ньёки. Вот так вот они выглядят. Вот видите? Немножко размешала со сметанкой. И покрошила козьим сыром. Уже расплавляется. И вот порезала немножко красных помидорок маленьких. Вот такой вот у меня сейчас обед будет. Блин, у меня сегодня день проб. Вот маску с утра золотую попробовала. Сейчас я попробую вот эти вот новые патчи, которые пришли. Благо у меня чистая кожа. Сегодня я утром патчи не налаживала. Как вы видели, не накладывала. Вот сейчас попробую. Полчаса надо держать. Все равно у меня есть время. Полно времени пока. Поэтому подожду полчаса и посмотрю. Вот, кстати, что я заметила, что вот эти вот белые, они намного больше, чем вот эти вот коллагеновые золотые. Вот смотрите, вот какие они огромные. Когда коллагеновые золотые, я привыкла, что они где-то вот досюда, да. А эти вообще прямо огромные. Смотрите, аж на нос налег. Вот налегла эта патча. И вот аж досюда. Ничего себе, сказала я себе. В общем, 30 минут надо ждать. Фух, жарко. Приехала за Никитой. Смотрите, у нас такая жара. Угу, 20 градусов. Но по мне так все 28, елки-палки. А люди еще некоторые даже в шубах, представляете. Я готова даже мастерку снять. Ну, ладно. На улице еще в тенечке прохладно. Тем более, сейчас пока такая погода изменчивая. Ну, вот у нас ветерок есть. Но ветерок прямо жаркий. Представляете, он не холодный. Вот как февральский ветерок. А именно жаркий. Вот солнце как у нас хорошо греет. И я наконец-то уже одела свои джинсы. Такие легкие. И я наконец-то одела уже кроссовки. Не просто в ботинках зимних, да. А в кроссовках я уже вышла сегодня. И нормально так себя чувствую. Классно. И уже можно даже доставать ботиночки демисезонные. Такие легкие. Свои кожаные. Можно одевать, чтобы не в теплых ботинках ходить. А именно уже в легких ботиночках можно спокойно. Вот такая вот у нас теплые. Вот такая вот у нас весна еще идет. А я слышала, в Москве снова морозы грянули. Минус 15 где-то там. Ох, ничего себе. Держитесь, москвичи. И все, где у вас еще холодно и снега. Ох. Вы знаете, вот что я заметила? Что я действительно начала меняться конкретно. Вот я год назад, вот как вот год назад у меня это началось, да. Вот что-то вот конкретно поменялось. Тут и мой муж, видите, испугался. Он испугался меня потерять. Такие подарки уже делает. Прямо уже постоянно смски шлет с поцелуйчиками. В общем, и смотрите, начала свои волосы отращивать. И уже просто-напросто редко делаю хвостики. Даже вот, ну, хожу с распущенными волосами. Даже вот спортивный стиль. О, стиль вот я вот своей домашней майки, да. Вот, но не видно, непонятно, да, что она домашняя. Мастерка сверху, джинсы, кроссовки тоже белые. Вот, вроде как спортивный вид на мне, да. Но все равно с распущенными волосами. А, ну, Сережку забыла одеть. Ладно. Зато с браслетом. Под джинсы, кстати. Вот. А раньше постоянно то с хвостиком, то с закручиваю волосы, то с голей, то закалываю. Постоянно волосы у меня... Вообще вот так вот, без волосы, одна щелка была. Но сейчас хоть начал. Вот. И все. Раньше вот как-то не мешали волосы, стыдилась или что. Не знаю. Сейчас снова взялась за себя. Снова, как говорится, начинаю вот меняться. И мой муж это увидел. Ну и слава богу. Ладненько, я приехала за Никитой, потому что сегодня пятница. А по пятнице я его... А по пятницам я его забираю, потому что у них длинный день сегодня. И сегодня у него очень тяжелый ранец. Так что, ладненько, жду. Ладненько. 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 В голове. Ладненько. Ладненько. Звучит. Топ